ДИМА ГРЕДИНВА ТРИ ЛАТВИЯ ДИМА ГРИШАЕВ Итак, давайте же сегодня окунемся в очередной мой видеоблог Я надеюсь, что вам сегодняшнее видео очень понравится Потому что оно будет о мистике и каких-то паранормальных явлениях Но я надеюсь, что вам понравится это все равно Потому что я сегодня расскажу про свои страхи Вы представляете, это здорово будет Потому что это видео будет считаться как откровение И расскажу вообще, какие планы я хочу сделать вообще на будущее Кем я хочу попробовать быть И все остальное вы сегодня в этом видеоблоге узнаете А так усаживайтесь поудобнее за свои сиденья, экраны И начинаем наше сегодняшнее новое видео И так, привет дорогие друзья И надеюсь, что вам понравится сегодняшний мой видеоблог Вот это мой друг Бяшка, вот как вы можете видеть А это мой цветочек, который я уже показывал в одном моем видеоблоге И надеюсь, что вы увидите мой цветочек Я его каждый день поливаю А тут еще были другие цветы Но я два Бяшка уже выбросил, потому что они завяли В одном не было вообще цветка А в другом просто он завял настолько сильно, что мама его выбросила Просто вот этот мой цветочек, я его поливаю Правда, здесь нужно листья чуть-чуть приподнимать Чтобы потом можно было его полить Это очень неудобно, потому что вода из чашки выливается И из-за этого все заливает здесь Из-за этого мама все время на вентилятор На обогреватель кладет специальную марлечку Чтобы не протекала вода внутрь Потому что очищать очень трудно А здесь вот денежное дерево до сих пор стоит Вот вы можете, как она цветет Вот я вот сейчас хочу вам показать Продемонстрировать мой страх первый, который я боюсь Я больше всего на свете боюсь носилок Вот поэтому я сегодня вам покажу одну вещь Которая очень-очень похожа на это И я покажу, как она раскладывается и открывается Так что еще я боюсь Вот они очень-очень... Сушилка это называется Эта вот вещь, она очень-очень похожа на обычные носилки Вот поэтому мне очень страшно рядом с ними находиться И в принципе вот тут у меня рубашка висит, а мамина Или моя, не знаю Вот, для сушилки это специальные такие прутики, как вы можете видеть Эта вот штука вот так вот кладется и открывается И можно... Это мало места, главное, что занимает И очень удобная штука, кстати, всем советую Это нам вообще бесплатно мы получили такую штуку Потому что жильцы нам оставили ее Вот, и я не знаю Вот это вот боюсь больше всего А вот так у нас лампа такая красивая На холодильнике стоит А вот сейчас покажу одну лампочку Но она очень-очень здорово включается Вот надо сказать волшебное слово Абракадабра И вот, видите, включилась Абракадабра и включилась Она прикольная, в принципе Вот тут у нас книги такие стоят Ну, обычная квартирка Это я вам уже показывал Сколько раз показывать можно Ну и тоже, в принципе Обычный домик такой Эту вот мешку мне подарил Дедушка на Новый год Я помню, как я открывал ее Сколько у меня радости В таком подарке огромном было Он лежал в таком красном мешке И это вообще Да Вспоминать детство, это здорово Один такой случай Что со мной сейчас вот было Я хотел просто заснять Обычный видеоблог Про цветы я стал снимать И вдруг вижу Выглядывает И смотрит на улице На меня девочка одна Маленькая такая И смотрит на меня Так С таким Привидлил С Важным таким взглядом На меня все время пялиться И потом я вижу В ее глазах страх А это оказалось Потому что она увидела У меня в руке камеру И подумал, что я буду ее снимать Я так потом начал Это смеяться Когда я понял Суть ситуации Вы бы только видели сейчас Это я только так смеялся На уроке французского Потому что У меня был учитель Короче Вот А я с учителями не могу заниматься Потому что я блок поставил Вот Но из-за этого Все время Смеялся И не мешал ему Вести урок Ну а так в принципе Неплохо У меня даже были одни единицы И в пятом классе Я помню Учитель мне поставил У меня было в табеле Одни Один 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 Потом Там две семерки было И в результате Учитель мне поставил Вместо единиц А у меня Семь баллов Получетверти Представляете И это Поразило меня так Потому что Они же высчитывают оценки Я точно помню Что По среднеарифметической А так получилось Что У меня единицы Одни были Это вообще Один кома семь Там должен было быть В принципе Если там Единиц Только много Девять единиц У меня было Ну Так в принципе И мне это поразило Факт тоже Он меня очень сильно любил Я помню Как мы Проект делали С ним вместе Вот И как Спектакль Мы разыгрывали Ну так в принципе Прикольно Ну Все дети Проходят детство свое Вспоминают Свои ошибки И это правильно Я считаю Ну Я такой парень Но к сожалению Время да И летит быстро Вот мне вот А вот меня до сих пор Девушки нету Блин Ну вот Не повезло Ну в принципе Какая девушка может быть Если у меня Ну Память очень плохо работает Ну Ну пока что Буду обходиться Без Нее Ну Мне первое Надо дождаться Чтобы я Самый умный стал А это скоро будет Произойдет И тогда уже буду думать О дальнейшем Моей судьбе Спасибо большое За внимание Вот Ну я думаю Что сейчас Я еще расскажу Пару историй Мне просто рука устала Держать Коммен Компьютер Я до сих пор Его помню Как я с Мираной Косгроу по нему Разговаривал Просто Включал его И мы с ней часами Говорили по скайпу Но это было прикольно С голливудской знаменитостью Блин Общаться по скайпу Это любой дурак Захочет Ну в принципе Мы с ней играли Там в игру Всякие Я помню Это было весело Короче Я целую ночь сидел На веранде Ну было тогда еще Лето Август я помню И было очень тепло Но я правда Маме мешал спать Но так в принципе Прикольно у нас вышло Так как Такой Я раньше У меня автограф Прислал Я Вот вы сейчас Увидите его На экране Я его покажу Крупным Планом Ну Вот вы сейчас видите В левом углу Ну короче Прикольно Мы провели время Тогда играли в игры Ну общались Развлекались Ну с девочками Что еще Я помню еще У меня была такая подружка Ее звали Я забыл как Если честно Ну вот Она из Алжира Была Француженка такая И она мне дала Такую программку Там было написано I love you Я помню Это так было мило Когда я вручил Мирандочке Ну этот Этот файл I love you Это было так трогательно Когда она увидела Она прям Чем расцвела Правда Единственное Что у нас Конференция Была Ну то есть Общение было Ну без веб-камеры Но Так я думаю Что это она была Мирандочки Ну Миранд Коскро Это голливудская Крис и Зайкар Ну Так в принципе Неплохо Я проводил время С моими друзьями Крутыми А так я 13 Не буду перечислять Потому что Это бесполезно Это надо сначала Увидеть А потом уже Человек должен Поверить в это А так Говорить что Я знаю Гливудские звезды Это как-то Неэтично Я считаю С одной стороны Ну В принципе Посмотрим Как там Получится В дальнейшем Опять у меня У кого устало Спасибо большое Я теперь думаю Что вам очень понравилось Про всю информацию То что я вам рассказал Из моей жизни Интересные истории Вы послушали Увидели Мой мамин компьютер И что еще Холодильную Эту Сушилку Вот И надеюсь Что и цветочки Посмотрели На девочек Там из окна И Я надеюсь Что вам понравилось Мой видеовлог Теперь Ставьте лайки Если вам понравилось Это видео И подписывайтесь На мой канал С вами был Дима Грядин 2.3 Латвия И надеюсь Что в скором времени Мы опять С вами свидимся Извините Что я так долго Не делал видео Свои Потому что Ну У меня По И мне Камера все время Разряжалась Из-за этого Я не мог Ничего Поделать С этим А сейчас Надеюсь Что будет Все реже Реже Мои видеовлоги Выходить И я надеюсь Что У вас Найдется Понимание И сочувствие Мне Так что Спасибо большое За внимание И до скорых встреч С вами был Дима Грей 1.2.3 Латвия Все До новых встреч Продолжение следует...